Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. У Украины нет ни малейших шансов на вступление в Евросоюз или в НАТО в ближайшее время, потому что Украина сделала все, чтобы это стало невозможно. И это сказал один из грамотнейших специалистов Жан-Клод Юнкер, это бывший глава Еврокомиссии. Он сделал официальное заявление. Можете загуглить, можете посмотреть у меня на телеграм-канале, на который, кстати, можете и подписаться. Но он правильно сказал. Давайте не тешить себя иллюзиями и не надо обманывать украинцев. Когда кто-то в Европе или в Украине говорит, что в ближайшее время мы вступим в Евросоюз или в НАТО, это вранье. В НАТО не берут воров, в НАТО не берут дураков, в НАТО не берут придурков, которые выбирают себе власть, которая уничтожает свободу слова, уничтожает оппозицию, устанавливает диктаторскую монополию на власть и взращивает коррупцию невиданных масштабов. Нам правильно об этом говорят. Черт побери, таких уродов, как мы сейчас, я имею в виду нашу власть, не берут в Евросоюз. Кому там нужно стадо вороватых идиотов, которыми на сегодня весь аппарат, управляющий государством, практически является? Ну смотрите, коррупция у нас как бы скромно подняла голову при Кравчуке, начала крепнуть. И при Кучме наконец у нас появилась вот эта вот олигархическая система управления государством. Кучма создал воровато-олигархическую систему. Насколько он собирался, не собирался, это уже никого не интересно. И вот наконец при Ющенко олигархическая система окончательно утвердилась. Янукович дал ей расцвести буйным цветом. Он ее лично возглавил. Ну на зависть всем конкурентам, которые, кстати, при нем еще оставались какие-то конкуренты. Именно то, что он хотел окончательно даже конкурентов уничтожить, в том числе, стало причиной, почему революция достоинства его смела. Петр Алексеевич очень долго выслушивал, как ему в Европе говорили, что с коррупцией надо бороться. Слушал он очень внимательно. И, конечно, ни с какой коррупцией он по большому счету не боролся. Он взял вот эту огромную тушу коррупции. И чтобы Евросоюз не сильно подскуливал, он его иногда кое-где так наждачкой протер. Даже напильником не попилил. Но коррупция, опять, она заблестела еще новыми красками и показала новые грани. И тут, ну, в общем-то, нетронутая практически со времен Януковича коррупция, которую Порошенко особо так и не пытался побороть, досталась Зеленскому в наследство. И он, наконец-то, сделал из нее произведение коррупционного искусства. Зеленский добился того, что такого воровства, вот такого коррумпированного болота, такого организованного системного взяточничества, наглого, безумно, безугло, Тищенска, Ермаковска, вот это Татаровска, Арахамии, видно, образного у нас не было никогда. У нас одна партия, одна поэтическая сила. Которые, кстати, нет никакой партии, да просто там нет партии. Там просто кучка вороватых подростков и там пара чуть более, там постарше чуть-чуть пацанов. Они организовали преступную группировку, которая на основе круговой поруки, причем жесточайшей конкуренции внутри. Ну, помните, практически оттуда вылетают все эти там Кириллы Тимошенки, вот эти Богданы, да. То есть там сжимается кольцо гиперпрофессиональных, сверхнаглых и безбашенных коррупционеров, которые решили, что Украина это их личная собственность. А война, которую развязал Путин, это дополнительный способ нахомячить баблища. Вот у нас такая ситуация. И то, что мы имеем, это непринимабельно в Евросоюз. Это невключабельно в НАТО. Потому что такое дерьмо, которое у нас сейчас, никому не надо. И слава Богу, что у Путина не получилось нас взять вот в эту российскую помойку захватить, потому что тогда бы погибли не сотни тысяч, тогда бы погибли миллионы. И в то время, когда украинский народ и, прежде всего, наши героические вооруженные силы борются с врагом на поле боя, у них за спиной в тылу шайка вороватых негодяев разворовывает все, что видит в невиданных масштабах. И поэтому, ну, в общем, не последний человек, то есть бывший глава комиссии, то есть гиперпрофессионал, говорит, ребята, да окститесь, ну, о чем вы говорите? В какой Евросоюз вы что, шутите? Ну, нельзя это болото коррупции принимать в Евросоюз. Это невозможно технически. Об этом говорят и американцы, и европейцы. Потому что, потому что это наша с вами задача поменять ситуацию. К нам не придут вот какие-то там принцы иностранные, к нам не высадится там десант, вот эти, легион специалистов, которые сделают за нас нашу работу. Конечно, я двумя руками за то, чтобы у нас вводились элементы внешнего управления западного, чтобы контроль над всеми потоками финансовыми все-таки, и это было бы здорово, если бы американцы и европейцы потребовали стопроцентный контроль за всеми финансами в Украине. Потому что, к сожалению, у нас никто, ни один государственный институт не контролирует Зеленского и его свору вороватых негодяев, которых он лично привел во власть. Всех, вот этих подонков, которые грабят Украину во время войны, которые грабят нашу армию, не стесняясь, разворовывают гуманитарку всех до единого, лично утвердил Зеленский. Там нет ни одного человека, который представляет другую политическую силу. Я понимаю, что Зеленские бы с удовольствием кричали, все вот эти Зеленские всей страны, что там негодяй Каюля, там негодяй Порох, там негодяй Ляшко, кто-то другой, вот им мешает. Но им не мешает никто. Вы знаете, даже вот эти отъявленные парохоботы, которые иногда в своем безумии меня просто раздражают, даже они имеют право, ну хотя бы формальное, говорить, что, а вот Порошенко хоть кто-то мешал. Не, ну Порошенко, конечно, когда было что-то надо, ему никто не мешал. Но Порошенко действительно не уничтожил оппозицию, надо отдать ему должное. Он действительно провел честные выборы, я не знаю, хотел, не хотел, это уже не важно, на которых выиграл Зеленский, честно, демократично выиграл Зеленский, который делает все, чтобы те выборы, которые при Порошенко прошли на заглядение всему миру и признаны лучше всей планетой, чтобы эти выборы у нас оказались последними. Они делают для этого все. Люди, которые пришли на демократических выборах, в тогда еще демократической, политически конкурентной Украине, убили все достижения Майдана, кроме одного, неубиенного. Это нас с вами. Потому что мы прекрасно понимаем, что после победы нам придется наводить порядок в стране. Нам! Ни американцы, ни немцы, ни французы, ни англичане придут и наведут у нас порядок. Это должны сделать мы. Это мы должны нашу власть посадить на попу ровно и юридически отыметь по всем статьям, на которые они заработали. Кроме нас этого сделать некому. Никто, кроме нас, не построит здесь правовое государство, не утвердит гражданское общество и не раздаст всем сестрам по серегам, что называется. И я думаю, что всех президентов, которые у нас были, кто еще жив, надо юридически правильно оценить их действия. Ну и по совокупности содеянного, кто на что заработал, собственно говоря, вот каждому столько и выписать. Это будет справедливо. А вас, друзья, я попрошу обязательно подписаться на мой канал, поставить лайк, оставить комментарии. И распространите среди ваших друзей и знакомых этот блог, если вы согласны с главными тезисами. А победа неизбежно будет за нами. Потому что за каждым из нас обязательно не заржавеет. Субтитры создавал DimaTorzok